Queen Scorpions и все такое прочее. Не испуг какой-то, как для наших судей в Украине, да, то есть там не сидят люди, раскрыв глаза и думают, что ж теперь с этим голосом-то делать, мы-то его выбрали, а мы ж не знаем, чему его учить. На мотоцикл времени, к сожалению, пока нет, но сейчас зима, как бы особо на нем и не поездишь. Я много чего люблю, у меня, конечно, ландшафтные растения, такое все. Я очень люблю землю, поэтому мне очень нравится, частный дом для меня это вообще. Продолжение следует... Витаю вас, ви дивитесь проект «За склом». Мене звати Ольга Глечик и сегодня мы общаемся с одним из лучших рок-голосов страны Иваном Вороном. Саме сейчас происходит репетиция гурту «Бест» на передаду концерту в Одессе, а мы идем ознакомиться. Ходима. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и на самом деле разную музыку играем, но именно вот эта подборка, она специально сделана так, чтобы можно было предложить ее людям какие-то праздники там 14 февраля, 8 марта, я думаю, мы ее повторим где-то в каких-то городах. Выбрать, скажем так, из большого количества хитов 15-20 песен, которые звучат на концерте, на самом деле достаточно тяжело, потому что хитов много хороших, а количество ограничено. Хочу в подборку, какие самые песни увешли, какие баллады? Много чего прозвучит хорошего, но в основном как бы будут звучать песни, как бы это уже классика, да, там Queen, Scorpions, вот, то есть, ну и все такое прочее. То есть будет много, что-то Айзарий будет, парочку наших вещей авторских сыграем. Сейчас мы уже записываем альбом, почти записали, и хороших две балладки наших уже авторских споем, да, преподнесем Одессе. Так, про творчость сейчас поспілкуемся трешки сгодом. А ось ваша найулюбленнейшая песня, баллада, там повязаны какие-то спогади, можливо, там в житті події, якась есть такая песня? Да, та, которую я написал сам, которая прозвучит на концерте, она написана для моей жены, вот, называется «Быть только с тобой», и все ее услышат. Так, а из классических? А из классических, ну, я не могу так одну выбрать, очень много, на самом деле, как бы есть хороших песен, нет у меня. Такая, чтобы, знаете, наспевывали вдома, там, в душі, спеваете? Да, ну все время все разное. Я разноплановый музыкант, поэтому мне очень много музыки нравится, как бы, вот, и я не могу так вот на чем-то одном конкретно зацикливаться. Ну, и про творчость. Расскажите, будь ласка, про ваш гурт, де він, коли з'явився, який репертуар, де виконують эти песни, крім Одессы? Група, как бы, образовалась достаточно давно, мы так вот, именно вот этим составом собрались в 2012 году, и уже, вот, добрых 8-9 лет вместе катаемся. Выступали, где только не выступали, вот, поэтому площадки были совершенно разные, разные города, разные фестивали, поэтому наработка очень большая. Ну, и, в общем-то, не только Украина, уже ближние зарубежья тоже было, вот. Вот, и группа, в общем-то, вначале работала как трибьют коллектив, но, помимо прочего, у нас есть наш авторский проект, который называется «Ворон», и сейчас мы вот активно работаем над ним, записываем альбом. Я думаю, что через месяц уже сможем показать людям один-два хороших каких-то треков, ну, а дальше будем смотреть, как что будет. Цей проект параллельно с гуртом «Бест» истнует? Да, 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 совершенно верно. То есть музыканты все те же, просто проект – это, как бы, ну, мое детище такое, которое потихоньку развивается. А авторский там? Да, 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 только авторская, конечно. А надалі, в майбутньому гурт «Бест» – он будет иснувати, как каверд-гурт или… Посмотрим, ну, вообще, как бы, главная мечта, наверное, все-таки выйти на сцену уже со своим материалом, то есть постепенно так от кавер-программ избавиться, наверное, да. Они, как бы, это хорошие программы, классные, мы ничего не имеем против, но, в общем-то, любому творцу хочется, прежде всего, творить. Поэтому, вот, будем стараться сделать так, чтобы наши песни, как бы, звучали на сцене, вот, исключительно, ну, и там, когда-никогда можно, в общем-то, и немножко, может, какие-то кавер-программы. Зараз основное місто, в якому вы живете, и гурт – это Киев, правильно? Нет, нет, нет. Я живу в Днепре, ребята живут в Запорожье. Вот, ну, в Киеве мы частенько, поэтому, как бы, можно сказать, и там. Мы, в общем-то, живем просто в Украине, потому что у нас все время концерты, в месяц, в хорошие времена их бывало, там, по 20, по 15, то есть, ну, когда-как, поэтому... А где же вы встречаетесь, репетируете, там, какие-то новые песни записываете? В основном, все это разучивается дома. Студия у нас есть, но не всегда есть время на ней собраться, то есть иногда... В каком месте? В Днепре, Днепре, да, да, там у меня дома есть студия, но, так как мы профессионалы, в общем-то, нам уже особо не надо репетиции, потому что мы все время так активно играем. Все эти песни мы оттачиваем на сцене постоянно, поэтому все в голове, вот, и особо сильно репетировать уже, как бы, надобностей нет. Ну, вы таки професійный музыкант, и все ж таки, в своего часу вы пішли на голос краяны. Чому вы это сделали, и не жалкуете про свой опыт? Нет, я не жалею, это хороший опыт, в общем-то, пошел, наверное, больше из интереса. Интересно было посмотреть, как шоу, адаптированное по псу, вот, отнесется вот к такому голосу, к такому типажу. Ну, в общем-то, наверное, в принципе, все, что я ожидал, я увидел, вот, но прежде всего, хорошая реклама, которая, в общем-то, произошла в любом случае, да. На голосе сейчас, я смотрю, начали появляться люди, подобные мне, это уже хорошо. То есть, грубо говоря, я как пионер протоптал эту тропинку, а сейчас я уже вижу, что на других сезонах уже вот начали люди тоже идти, как бы, те, которые, там, исполняют рок, и это хорошо. Я надеюсь, что, так, постепенно голос все-таки трансформируется в то шоу, которое действительно будет интересным людям, потому что, ну, нельзя там одну по псу только вот делать, это, оно себя просто изжило уже, как бы, как таковое. Ну, Карель, чи были у вас дуети, какие, знаю, чи были пропозиции спевать разом какую-то письню, чи не, чи это в процессе? Пока не было, ну, посмотрим, да. В общем-то, Тіна достаточно нормальный музыкант, да, все хорошо, вот, поэтому творческие такие какие-то моменты, я думаю, что будут, наверное, в будущем. Повторно, не хочется піти еще раз на голос? Нет, 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 это все-таки, как ни крути, немножко не тот формат, который мне был бы нужен, и, может быть, я бы пошел, но не в нашей стране, то есть, это где-то, там, не знаю, Америка, вот, нормально, Англия, хорошо, да, там, Германия, хорошо, там, вот, с такой музыкой, с такими голосами люди проходят, побеждают, и для них это не чуждо и не испуг какой-то, как для наших судей в Украине, да, то есть, там не сидят люди, раскрыв глаза и думают, что ж теперь с этим голосом-то делать? Мы-то его выбрали, а мы ж не знаем, чему его учить, вот, поэтому, да. Ну, и на вашу думку, чому все-таки не все-таки не все, кто проходил голос и отримал перемогу, потім з'являются в радийных эфирах, там, записывают клипы, в них не вкладывают гроши, чему так відбувается само в Украине? Ну, потому что, кроме того, чтобы кого-то искать, кто это будет делать, да, человек, допустим, который победил в голосе, он все равно, как бы, особо ничего еще не представляет, как музыкант. Я шел в голос, мы, по крайней мере, уже очень длительное время где-то играли, где-то общались с разными людьми, у нас были какие-то контакты, и, в общем-то, как музыканты мы уже были состоявшиеся. То есть, голос просто дал хорошую рекламу для того, чтобы идти дальше, то есть, это была какая-то определенная ступенька. А есть люди, которые просто, вот, допустим, там побеждают, но до этого они в этой сфере никогда не работали, и так просто, вот, с ничего стать известным очень сложно. Для этого нужно работать над собой, делать, начинать от маленьких каких-то концертиков в самых-самых, там, в каких-то пабах, в каких-то клубах, вот. Вот, не всегда, мы прошли через все. Мы спали на вокзалах, у нас было время, когда мы не могли снять квартиру, но нам надо было поехать куда-то на какой-то концерт. Вот, у нас были очень смешные гонорары. Ну, то есть, это был такой путь достаточно сложный, и единицы его выдерживают, как бы, и доходят до того, чего хотят. То есть, ну, если стремиться, в любом случае, все должно получиться. Как зараз гонорарами відбывается ситуация? Вони на краще пішли після локдауна? Все хорошо, да, все отлично. Ну, скажем так, стабильно. Могло быть, конечно, еще хуже, я так думаю, но благодаря как-то вот находчивости мы все-таки, в общем-то, где-то вот смогли это все пережить этот год. Он был не самый простой для всех музыкантов, не только для нас, но, как ни крути, у нас, в общем-то, все равно за год произошло приличное количество концертов, вот, поэтому просто так не сидели дома. Я думаю, что в любом случае, в каждом городе есть какие-то группы, на которые стоит обратить внимание. Но, опять-таки, повторюсь, чтобы их услышали, для этого нужно очень много стараться. То есть много стараться, чтобы где-то заметили, потому что, если бывает группа, которая играет просто в своем городе, там, раз в году, где-то в какой-то площадочке небольшой. Они талантливые до ужаса, но о них никто не знает просто-напросто. Поэтому, в любом случае, нужны какие-то вложения финансовые, нужны действия какие-то правильные, вот, и тогда, я думаю, будет толком. Ну, пару имен можете назвать не кавер-гурцов, а саме, які співают... Я, чтобы не знаю, честно, вот как-то я не интересовался именно этой темой, потому что, ну, наверное, так не было на слуху ничего такого, к сожалению. Вот, поэтому, в общем-то, не могу так сказать сейчас вот на вскидку. Ну, добро, на кого рівняетесь там за кордоном, такими монстрами року? Хто для вас прикладом сьогодні? Ну, классика нравится. Это те же Scorpions, это те же Aerosmith, это та же Queen, Metallica, Iron Maiden, Manowar. То есть, ну, очень много групп, которые, в общем-то, ну, в общем-то, в принципе, такие люди, мы слушаем, в основном, западную музыку, поэтому очень так вот воспитаны на ней, скажем так, с детства. Нет, на мотоцикл времени, к сожалению, пока нет, ну, сейчас зима, как бы особо на нем не поездишь. Вот. Ну, посмотрим, потеплеет, будет видно. Ну, взагалі, ведете цю байкерскую діяльність таку свободную, яка была там, чи яку пропагандує рок-музика? Чи є... Во-первых, мы очень активно участвуем во всех байк-слітах, байк-фестивалях хороших, которые происходят у нас в Украине, поэтому в любом случае за год, десяток, а то и больше раз мы пересекаемся с друзьями, я вижусь с товарищами-байкерами, там, причем во многих городах у меня есть друзья, и там всегда можно взять, в общем-то, у кого угодно мотоцикл и сбить оскомину, прокатиться пару кружков, вот, поэтому даже не обязательно ехать на своем, как бы. А у вас який байкер? У меня самоделки, я делаю мотоциклы, поэтому его нельзя отнести к какой-то модели, это вот эксклюзивная версия. Один один? Один, да, один, один, да. Так, який ще хочете зібрати? Є у якась брія? Та нет, наверное, я думаю, что вот он единственный на всю жизнь. Так, ну, а клипы снимаете, чи, можливо, в планах є зняти якесь відео? В планах, ну, во-первых, нужно найти людей, которые смогут сделать то, что у меня в голове, да, то есть у меня, в общем-то, на все песни есть какие-то интересные предложения, вот, и, во-первых, нужно технически, как бы, чтобы это все получилось правильно и хорошо, ну, и, конечно же, финансовая составляющая тоже. Ну, мы сейчас, вот, как только закончим альбом, будем думать насчет клипа в любом случае. Дуэти с кем-ось хочется записать? Ну, окрім Тіни Кароль, звісно. Ну, я не говорил, что с Тиной прям такого. Я шуткую, я шуткую. Вот, не знаю, в принципе, варіацій много, наверное, ну, из наших, из украинских исполнителей, наверное, пока ни с кем. Кто-то западный, да, я думаю, что там очень много есть таких людей. Вот, я очень люблю Элтона Джона, например, вот, я бы с удовольствием, да, с ним бы, например, сделал бы дуэт какой-то. Не сподівано. Да, нет, он очень харизматичный, очень классный человек, то есть, вот, ну, реально, и это такое талантище, который вот просто вот. Фредди Меркури, к сожалению, уже с нами нет, с ним бы тоже с удовольствием было бы неплохо пару песен спеть, ну, вот, пока как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok